Добрый день, уважаемые трейдеры. Хотел показать, как сейчас работает набор сигнальных аналитических индикаторов и советников по стратегии торговый хаос 2. Последние доработки до версии 3.6 сигнального индикатора позволило нам войти внутрь дня и поторговать внутрь дня. На часах 15 минут, как в 15 минут, как то есть на коротких периодах. Обратите внимание на мой рабочий стол. Здесь два окна с сигнальными индикаторами. Одно окно с предварительным сигналом, второе с фактическим сигналом. Предварительный сигнал это незакрытая свеча и на вот этой незакрытой свече появляется первый мудрец и мы видим, что возможно дивергенция по предварительным сигналам. Окончательный сигнал это уже тот сигнал, когда закроется свечка и у нас не факт, что из предварительного сигнала этот сигнал попадет в окончательный, поскольку свеча может закрыться неразворотным значением, то есть не вверх или вниз, а просто станет нейтральной свечой. По тренду или в бок. Но тем не менее, эта функция позволяет нам подготовиться, предварительно подготовиться к возможному сигналу. Она вызывается в индикаторе параметром IB. IB 0 у нас здесь стоит и поэтому незакрытый нулевой бар анализируется и сигналит нам об этом. Вот мы видим, евро, австралиец у нас планирует на 15 минутах развернуться даже с дивергенцией какой-то там, либо локальной, либо пятой волны. Что я делаю? Я сразу открываю это окно, чтобы подготовиться к сигналу. Евро, австралиец. Открываем. 15-минутный график. Вот этот синий приседающий бар, который планирует. Индикатор сообщил нам, что это может быть разворотный. Я на него смотрю. Он разворотный? Нет. Я ангуляции здесь не вижу. Тем более, пробита линия поддержки индикатора Pivo Points. Первая линия поддержки. И очевидно, этот бар с объемом поведет цену дальше, ко второму уровню поддержки. Тем более, смотрите, вот эта линия ASK цены, она практически упирается в линии баланса индикатора. Даже если я попробую войти на этом баре, то у меня заработка никакого не будет. Цена практически у линии. Я вошел здесь, она уже у линии. Тут два пункта до экспоненциальной 25-й средней. Отсюда отвалит цена и будет просто отрицательная сделка. Я эту сделку игнорирую. Иду дальше, посмотрим на фунт новозеландец. Новозеландец с фунтом. Что нам показывает? Вот эта пара, 15-минутный график. Вот, здесь даже индикатор ангуляции показал нам некую ангуляцию, угол. Кроме того, черная линия pivot points на текущий день и толчковый бар от этой линии вверх. Формация у нас флажкообразная. Следовательно, этот бар мы принимаем в работу. Что я делаю? У меня горячие клавиши Ctrl-B вызывает советника iTrade House Expert 13.11 на покупку Ctrl-B. И у меня сигнал к этому сигналу, который рождается у нас. Уже подключен советник. Этот советник уже подключен. И он войдет нам в рынок на пробое сформированного по закрытию свечи этого бара. И пойдет. Куда он пойдет? Сначала к первой линии поддержки. Вернее, сопротивление в данном случае. Возможно, и докатится до второго уровня. Здесь мы до этого уровня, возможно, построим пирамиду на пробое фрактала. Здесь, может быть, по третьему бару гистограммы на пробое этого фрактала. И наш советник эту пирамиду протралит. Эту прибыль по пирамиде протралит за пятым баром в зоне. И выйдет из позиции. Вот таким вот образом, творческим, нужно подходить к торговле. А не просто подключать советника. И пусть он там себе куда-то торгует. Кроме того, эта версия 13.11 эксперта предусматривает следующую функцию. Вот, к примеру, давайте посмотрим. Советники. Свойства. Здесь есть стоп-сигнал. То есть я очень часто ставлю этого советника у себя на сервере. И он протралил прибыль, вышел с прибылью. И ранние версии советника, если я каким-то образом забыл его отключить от графика, он начинал дальше входить по каким-либо сигналам. Что он наносил? Непроверенным сигналом. То в этой версии стоит стоп-сигнал, так называемое. Когда я войду в этой позиции в покупки, я зайду на сервер и поставлю здесь true. Чего это достигнет? Это достигается после входа. Он отработает все сигналы, построит или не построит пирамиду. По пятому бару, к примеру, он вышел, протралил прибыль и все. Он закончил работу. До следующей активации он работать не будет и не будет воспринимать никаких сигналов, не проверенных трейдером. Вот такие вот новшества в работе с моим софтом. Всем успешной торговли!